Привет! Сегодня хочу поговорить с вами о 16-клапанных двигателях. Я расскажу вам, чем они отличаются от 8-клапанных и почему я считаю, что 16 клапанов это лучше, чем 8. Итак, начну с того, что лично у меня именно такой мотор 16-клапанный. Хотя, признаюсь, изначально я очень боялся с ним связываться. Чего я боялся? До того, что этот мотор очень сложный в ремонте и в обслуживании. Ремонт там дорогой. К тому же 16-клапан требует 95-й бензин. Он не любит дешевый 92-й. Это тоже, конечно, его отрицательная сторона, что им нужно заправляться только дорогим топливом. Кроме того, туда надо заливать обязательно очень качественные, дорогие полусинтетические масла, а не какой-то дешевый там ширпотреб. Иначе могут испортиться гидрокомпенсаторы. Еще одна интересная сторона шестнаря. Они чаще всего гнут клапаны. Я бы даже сказал, подавляющее большинство 16-клапанных двигателей являются опасными. И в случае разрыва ремня ГРМ произойдет удар поршнее клапаны и мотор испортится. И, кстати, у шестнаря шансов таких побольше будет, чем у 8-клапанника. Дело в том, что у него два распредвала и, соответственно, два ролика. Есть и два ролика, то и два шанса, что один из них может заклинить и ремень порвет. Да, все это, конечно, неприятно, что он такой сложный этот шестнарь, но зато какие у него плюсы. Вот о них сейчас я и расскажу вам. Итак, для начала скажу, что шестнарь никогда не нуждается в регулировке клапанов. Дело в том, что вот эти самые гидрокомпенсаторы, о которых я выше рассказал, они позволяют клапанам постоянно быть в правильном отрегулированном состоянии. То есть он как бы сам себя регулирует, этот мотор. Поэтому никогда не нужно ездить к мотористу на регулировку клапанов и зазоров. Это, конечно, очень хорошо. Другая положительная сторона шестнаря. Он очень мощный, динамичный. И если вы являетесь любителем большой скорости, любите погонять на трассе, то этот мотор для вас находка. Вам именно такой нужен шестнадцатиклапанный. Шестнарь считается более экономичным, чем восьмиклапанный. Хотя, признаться, восьмиклапанник, если он хорошо настроен, если он работает корректно, то он тоже бензин не ест, а нюхает, можно так выразиться. Но, тем не менее, шестнарь все-таки его расходуют меньше. Ну а, учитывая, какие сейчас цены на топливо, сами делайте выводы. Но что мне больше всего в шестнаре понравилось, это то, как он тихо работает. По сравнению с шестнадцатиклапанным двигателем, восьмиклапанник это просто крикун какой-то. Вы знаете, я когда катаюсь на машине, я просто не слышу свой мотор. Так он тихо-тихо работает. На нем ездить просто одно удовольствие. И вот, что я вам хочу сказать. Я, например, поменял опасные поршни в своем шестнадцатиклапанном двигателе на безопасные, проточные. Я научился в нем копаться. Сам почистил сумки. Никаких проблем нет. Сначала было, конечно, страшно к нему подойти. Казалось, что он такой навороченный. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Я считаю, что будущее за шестнадцатиклапанными двигателями. Нано восьмиклапанники я сейчас смотрю просто с нисхождением. Так что, друзья, я вам рекомендую именно шестнадцатиклапанник. Он рулит.